приветствую вас друзья творческой студии Елены Тюриной и сегодня я поделюсь с вами своей новогодней коллекцией открыток у вас были такие открытки в детстве конечно всю коллекцию найти не удалось при переезде она где-то потерялась начнем с четверякова посмотрите мальчик летит в космос мальчик в костюме деда мороза с космическим шлемом открытка 81 года новый год сулит нам освоение космических дали о чем мечтал каждый школьник а вот дед мороз который сидит и отвечает на письма детей внизу отдыхает его кошечка на календаре дата 31 декабря сидит дед мороз на деревянной мебели где вы видите витневатые узоры резьбы по дереву и я помнила в детстве у нас была тоже маленькая елочка которую мы ставили на стол эта открытка также подписана открытка 79 года возможно мы с кем заменялись этими открытками следующая открытка медведь везет девочка и мальчика со зверятами здесь и зайчонок и лисенок и бельчонок очень жизнерадостная такая открытка тоже художник четверяков и манилова они видимо в компании работали 81 год вместе рисовали эту открытку еще такая интересная открытка четверякова зайчик зажал ушки дед мороз ждет когда же наступит новый год чтобы запустить хлопушку воздух очень интересный сюжет теперь посмотрите замечательные открытки они многим известны это конечно же за рубин открытка подписано это нашу семью поздравляют родственники с новым годом поздравляем вас новым годом с новым счастливым желаем здоровья счастья успехов в работе учебе и всех благ на земле открытка восемьдесят девятого года такая вот интересная белочка эту открытку видимо мы куда-то сестрой вставляли открытка восемьдесят второго года дед мороз сажает себе на шею новый год который еще такой маленький и они вместе наряжают елку как многие в советских семьях здесь вы видите веселых зверя с поющими синицами зайчонок дают барабанную дробь а белочка с дудкой ну синицы весело разбивают открытка не подписаны очень хорошо сохранилась восемьдесят седьмого года дальше идут вот такие замечательные открытки тоже зарубина мишка позирует на фотокамеру это открытка подписано на эту открытку видимо мы тоже меняли раньше очень был популярным меняться открытками открытка восемьдесят шестого года дальше идет вот такая двойная открытка это моя бабушка поздравляет родственники с новым годом желаем крепкого здоровья долгих лет жизни и не болеть в этом году 10 копеек стоила такая открытка открытка восемьдесят пятого года видишь какая она красивая очень интересные двойные открытки так как ты переворачиваешь а там еще одна открытка тебя ожидает и сюжет развивается видите сюжет с фотоаппаратом только в данном случае снеговик фотографирует а тут зайчик и все тот же веселый медвежонок ну а здесь наши любимые персонажи из мультфильма 38 попугай пытаются разбудить удава я в этом мультфильме больше всего любила обезьянку а сестра моя любила попугая это открытка восемьдесят восьмого года а вот были популярны уже тогда музыкальные группы с электрогитарами восемьдесят первый год зайка выступает видимо поет новогодние песни может быть это и не электрогитара но динамики включены на полную громкость над этой открыткой что-то мы как-то кощунственно к ней видимо отнеслись или сестра куда-то приклеила в какую-то архумию тоже восемьдесят восьмой год Снегурочка принесла угощение и белочки передают по цепочке в дупло конфетки а раньше дети все очень радовались конфетам потому что они не так часто появлялись в домах в основном по праздникам это сейчас детей не удивишь сладким подарком а раньше дети все ждали сладкий подарок ежик смотрите какой смешной он обнаружил под елочкой лукошка с угощением восемьдесят пятый год тоже зарубим теперь мы переходим к художнику Пахетонова у Пахетоновой почерк отличается больше мелких деталей которые хочется разглядывать видите часы на всех скоро будет двенадцать без пяти двенадцать вспоминается песня пять минут пять минут это много или мало восемьдесят шестой год вот еще одна замечательная открытка все того же художника Пахетоновой она подписана сложно что-то год здесь разглядеть восемьдесят пятый год это поздравляет нашу семью желаем вам в новом году главное здоровье мирного неба счастья успехов в работе и учебе пусть новый год принесет вам только хорошее кого-то нет уже из этой семьи а открытка их осталась и что-то здесь мы царапали видимо сестрой какие-то украшения рисовали на снегурчике но раньше открытки это было целое сокровище и в то же время хотелось их перерисовывать их перерисовывали в стен газеты посмотрите какая замечательная открытка Пахетоновой 82 год у нас поздравляют тоже здоровье благополучие в семье учебе работе будьте здоровы с ошибками написано раньше наверное учились мама в школе было такое что даже четыре класса заканчивали потом ушли на фронт бабушки дедушки еще будучи молодыми не доучились конечно же здесь тоже на часах без семи минут двенадцать и вот очень интересное разделение по временам года солнце луна лето осень весна и зима интересно конечно и вот посмотрите другая открытка этого же автора счастливого нового года хотя вот так глядя на открытку и не скажешь что это открытка с новым годом вот этой открытки видит весенним настроением от нового года здесь только вот наверное вот этот фрагмент со снегирями ну тоже идея та же самая посмотрите идея времен года это открытка была написана моей бабушкой открытка восемьдесят седьмого года все те же самые пожелания здоровья успехов в учебе вот эти открытки они целые произведения искусства роспись и смотрите это палец скорее всего художник андрианов восемьдесят восьмой год видите тройка на эти открытки можно было часами смотреть и разглядывать все элементы крыш колонн очень красивые открытки это сейчас открытки золото на фармале восемьдесят седьмой год тогда была популяризация народных промыслов и поэтому такие открытки были очень актуальны мне кажется нужно возвращаться к народным промыслам потому что это наша история я думаю разделить это видео на несколько частей потому что за одно видео показать и рассказать историю открыток очень сложно поэтому до встреч в творческой студии Елены Тюриной я желаю вам предновогоднего настроения и возможно кто-то вспомнит свое детство и возможно кто-то вспомнит свое детство но ребят мне не надо это эксперт м